Команда готова? Готов! К бою! Двигаются тихо, общаются с жестами этих парней, едва ли отличишь от настоящих военных. На самом деле они участники одной из трайкбольных команд города. Первое испытание – биатлон. В четырех секторах команда на время должна поразить максимальное количество мишеней. Зачет сдан, считают бойцы. Правда, признаются здесь сложнее, чем на рядовой игре. Эти соревнования, в принципе, проводятся в первый раз у нас. Старта такого уровня. Ну, а почему не поучаствовать? Показать себя, других посмотреть. В другом секторе тем временем идет настоящий бой с ранеными. Товарища нужно вытащить с поля и оказать помощь. После этого – разбор ошибок. Вот, прям под носом, Александр, прям под носом были мишени, где бочки стоят. Пропустили. Нога 24, две мишени. Пропустили. И разрыв вот здесь. Хотя соревнования для взрослых, эту команду школьников допустили на турнир. Правда, вне зачета. Весьма благополучно. Немножко с пнем не получилось, но в целом все нормально. Тяжелее, чем с ровесниками, но стараемся, работаем. Работаем в обычном темпе. Всего участники сразились в шести боевых дисциплинах. Все они взяты из реального комплекса подготовки для спецподразделений. Это сектор для цифровой стрельбы по мишеням. Конкурс проходит так. В том конце зала участники команды выстраиваются спинами к мишеням. Мишени расположены в хаотичном порядке. Задача каждого бойца – развернуться и поразить цели в строгой хронологии цифр. Если хронология сбивается, штраф в пять секунд. За промах аналогично. С виду это кажется очень легко и просто. Ну что ж, попробуем. В начале небольшой ликбез, как брать оружие, правильно стоять и, что важно, целиться. Не смог не воспользоваться возможностью пострелять наш оператор Антон Красов. Чтобы все удалось, мы решились на эксперимент. За камеру встала я. Так что не судите строго. На самом деле это не просто стрельба по мишеням. Это одно из важнейших упражнений при подготовке бойцов. Позволяет избавиться от некоторых неправильных навыков стрельбы. То есть, когда стрелок стреляет через мушку, и через мушку целиком ищет цель. Здесь практически не получится. Здесь нужно видеть полный весь спектр, откуда может появиться как бы цель. Всего в турнире приняли участие 10 команд, до 5 человек в каждой. В основном гражданские. Но были и профессиональные военные. Мне, конечно, тренировок хватает. Но, думаю, нет преграды совершенства своему. Нужно постоянно себя совершенствовать. Это для меня не только как соревнование, но и тренировка обязательно. Как отметили организаторы, турнир проводится с целью популяризации военно-прикладных видов спорта и воспитания в молодежи командного духа. Я считаю, что каждый мужчина все-таки это воин, это защитник. И он должен хотя бы элементарно уметь, уметь правильно держать оружие, для того, чтобы защитить свою семью, родных, родину. За прохождением секторов следили судьи. Они же подсчитывали количество набранных командами баллов. Победители, кроме выплеска адреналина и заряда позитивных эмоций, получили ценные призы. Ну а примерили на себя новые ролики Рарагожина и Антон Красов. Ставропольское телевидение.